Издательство Эксмо. Александр Бушков. Майор и волшебница. Читает Александр Музгунов. Сидит у Турсую пожилой такой экземпляр с благородными сединами, располагающий к себе дальше некуда с первого взгляда. Предъявляет две справки из наших комендатур, все честь по чести, с печатями и подписями комендантов. Просят наши военные власти оказывать всяческое содействие товарищу такому-то, старому коммунисту-соратнику Эрнста Тельмана, освобожденному из фашистского концлагеря Красной Армии. Показывает фотографию, где стоит рядом с Тельманом. Явно на каком-то митинге Тельман речь держит. Потом снимает пиджачок, закатывает рукав рубашки и демонстрирует татуировку. Лагерный номер. Ах ты ж, думаю, сволочь такая. Я сразу, как только его увидел, подумал, что-то щечки у него полноваты для старого коцетника, не один год, по его словам, мыкавшегося по лагерям. Одет, правда, безупречно, в том смысле, что так и должен быть обмундирован недавно вышедший из-за колючки коцетник. Одежонка с чужого плеча, одно велико, другое мало, брючки в заплатах, пиджачок, словно с огородного пугала, снят, штиблеты разваливаются, кепка опять же велика. Но вот все остальное, эти его вещдоки. С Тельманом грубоватый фотомонтаж, непрофессионально сляпанный. Да и снимок этот достаточно известный. И на нем никого рядом с Тельманом нет. А татуировка? Ты ведь видел ИССовские с группой крови и концлагерные? Доводилось, кивнул я. Ну вот, у немцев это поганое искусство, если только тут можно такое слово употреблять, было на высоте. Аккуратные такие татуировки, у лагерников циферка к циферке. А у этого типа наколка довольно корявенькая, то ли не нашел мастера получше, то ли решил, что для русских варваров и так сойдет. Ну, я закипел, как самовар, но виду, понятно, не подаю, таращусь на него со всем уважением. Леплю ему, как я рад видеть старого коммуниста, соратника Тельмана. Заверяю, что теперь все его мутарства кончились, он среди друзей и братьев по партии. Интересуюсь, какое содействие мы вам портайгеносца можем оказать? Мол, для соратника Тельмана все, что в наших силах. Но он начинает пальцы отгибать. Если вы не знали, Сан Саныч, немцы не загибают пальцы, как мы, а наоборот, прижимают к ладони и отгибают. Поек бы ему, если можно, усиленный, отощал за годы лагерей. И ордерок на квартиру. У него-то Николай не двора, а квартиру после ареста отобрали. Семья неведомо где. Ну, а поскольку партийная совесть ему не позволяет быть иждивенцем у советских товарищей, ему бы на будущее какую-нибудь работу в новой немецкой администрации. Он, извольте ли видеть, не сомневается, что мы после войны будем такую создавать из надежных людей, чтобы строила коммунистическую Германию. Боже упаси, он в начальство лезть не собирается, просто свой партийный долг видит в том, чтобы самым активным образом участвовать в строительстве новой Германии. Гладко так чешут, как по писанному. Явно не в первый раз, надо полагать, он и тем комендантам то же самое вкручивал. Думаю я себе. Ага. Коли просит квартирку, значит собрался покончить с гастролями и осесть здесь. А нахрена нам этакое сокровище? И говорю ему. Поедемте, дорогой товарищ, ваши вопросы решать. Привез в этот самый кабинет и взял с места в карьер. Спокойно, вежливо, культурно объяснил, почему его доказательства сплошная липа. Он и оторопел. Не ожидал, что моментально расколют. Раньше с теми двумя комендантами, а может с кем-нибудь еще проскакивало. А я, не дав клиенту опомниться, сработал на контрасте. Ну, горячий душ, ледяной душ. Грохнул кулаком по столу и давай орать с матами-перематами. Ты на что, рычу, руку поднял, паскуда? На чем вздумал паразитировать? На светлом имени товарища Тельмана? На братстве советских и немецких коммунистов? Тут тебе нерадимое крипо, где ты явно был как дома. Тут гораздо хуже. Да я тебя, сучий потрох, за этакие фокусы прикажу прямо сейчас расстрелять без суда и следствия. У нас с такими разговор короткий. Как он услышал про расстрел на месте, малость даже штаны намочил. В общем, все в точности по Ильфу и Петрову. Сын лейтенанта Шмидта. Только Остап Бендер исключительно языком обходился, а этот о кое-каких вещдоках всегда заботился. Профессиональный аферист. У немцев с ними с давних пор обстояло неплохо, виртуозов хватало. Один капитан из Кепенника чего стоит. Всю свою карьеру, начатую в молодые годы еще при Кайзере, строил на том, что самозванствовал как Хлистаков. Тот, правда, поступил так потому, что обстоятельства сложились. А это вполне сознательно. То он фон Барон, потерявший имение после конфискации в Прибалтике, то ревизор из Берлина. В общем, в таком ключе. Весь список трудовых подвигов служить было неинтересно. Ну и далее снова Ильфа Петров, зиц-председатель фунт. Сидел при Кайзере, сидел при Веймарской республике, сидел при Гитлере. Правда, уверял, что всякий раз недолго и редко умел хвостов не оставлять. Я ему в принципе верю. Жег еще тот. Когда мы пришли, быстренько ухватил конъюнктуру. Он сделал эффектную театральную паузу, явно дожидаясь реплики из зала. Ну, я и подыграл, спросил с неподдельным интересом. И что вы с ним сделали?